Пес Рэй. Хвостику сразу понравился взрослый лорд, а теперь очередь дошла и до фунтика. Сельскому мини-приюту Людмилы Чернецкой нужна помощь. Жизнь хозяйки с каждым днем становится больше похоже на фильм ужасов. В приюте сложилась непростая ситуация. Рэй дает фору всем. Звуки стрельбы Рэй не волнуют. Парень спокойно гуляет себе, даже ухом не ведет. Хоть это уже хорошо, а то если бы он был такой же, как и лорд, женщина бы не выдержала. Да, вольера жалко. С таким трудом она сама их строила вместе с детьми. А так бы все их напросто съели. А так пострадал пока что только один, в котором живет лорд. На данный момент лорд и Рэй это две наши самые большие проблемы у нас в приюте. Из-за постоянного шума лорд сходит с ума, а Рэй кидается на него, если тот ходит по двору. Вчера во время своей прогулки даже кинулся на фунтика, хотя тот еще подросток. Волонтер, конечно, сильно испугалась. Сразу закрыла Рэя в вольере. Таких собак у нас еще не было. Фактически Рэй не знает и то, на что он способен. Вероятнее всего сказывается его полное отсутствие. Что творится в голове у этой собаки, невозможно просто предугадать. Если наши собаки могут подраться, то волонтер понимает, что ничего страшного не будет. Здесь совсем другой случай. В общем, у нас тупик. И что делать с двумя этими парнями, женщина не знает. У волонтера осталась маленькая надежда на то, чтобы кастрировать Рэя. Может, он хоть немного станет спокойнее. Людмила Чернецкая хотела еще немного подождать, но уж слишком Рэй неуправляемый. Агрессия с него просто прет. Это касается и фунтика. Мальчик уже подрос, поэтому кастрировать сразу двоих надо. Тем самым сэкономит на дороге. Да и Рэй, возможно, перестанет к нему проявлять свой негативный интерес. Хозяйка понимает, что отвезти сейчас двух собак в клинику будет проблема, но другого выхода нет. Друзья, нам очень нужна ваша помощь. Чтобы кастрировать двух наших мальчиков, понадобится немаленькая сумма. Но рано или поздно это сделать надо. Плюс оплата дороги. Впереди зима и надо успеть до сильных холодов, так как Рэй живет на улице, ну в вольере. В дом женщина никак не сможет его забрать. Это фунтик в доме и ему не важно, когда это произойдет. Волонтер понимает, кастрация это не тот случай, когда от промедления зависит чья-то жизнь. Но возможно, именно как раз кастрация Рэя и сохранит чью-то жизнь. Пока он никому не навредил. Друзья, пожалуйста, помогите, нам очень нужна ваша помощь. Субтитры создавал DimaTorzok